На стенде этого предприятия красуется фотография одного из передовиков производства. Евгений Дедык работает в отрасли уже почти 15 лет. Мужчина точно знает не только, как правильно собрать плоды, но и вырастить нужных размеров под конкретного заказчика. Каждый сейчас реализатор, требует, чтобы какой-то производилась калибровка. Это зависит от цены, качества яблока. Это также подбирают, вставим в бригаду людей, и они калибруют яблоко под заказ конкретного покупателя. Предварительно разрезаем яблоко, если кошточка уже тёмненькая, значит уже можно снимать, закладывать яблоко в холодильник и производить реализацию. Предприятие успешно развивается. Каждый год здесь обновляют сельхозтехнику и внедряют новые технологии. Это способствует высокой урожайности хозяйства. Только в прошлом году озимой пшеницы здесь собрали больше 85 центнеров с одного гектара. В этом году фермер уже переработал больше 8 тысяч тонн озимой пшеницы. И не только этими достижениями гордится хозяин фермы. Фрукты, овощи, выпечка – это лишь малая часть того, что производит предприятие. Большинство из продуктов можно увидеть на городских ярмарках. Предприятие посетил губернатор. Глава края посмотрел, чем живёт хозяйство, а также пообщался с его руководством и сотрудниками. Вениамин Кондратьев считает, что можно добиться ещё больших результатов. Для этого фермерским хозяйствам важно объединиться в кооперативы на стадии переработки. Подход очень такой дифференцированный. Мы говорим не о каком-то агропредприятии, мы говорим о фермере. Дифференцированный. Он занимается пшеницей, что традиционно для Кубани. Он занимается рисом, что для этой части края тоже традиционно. Но это один фермер. Знаешь, у него фрукты, у него сад интенсивного типа, у него рыба, у него соя. Вот это и есть та самая подушка безопасности, ещё раз подчеркиваю, о которой я всё время говорю. Мы должны продумать теперь, как добавленную стоимость ему добавить. Чтобы не сырьё было, а уже продукцию, которую он смог выпускать. Но в рамках, может быть, ещё раз какой-то кооперации. Вот сегодня мы максимально на это нацелены, чтобы фермер получал добавленную стоимость. Мы максимально получал, ушли от сырья. А таких, как он, не очень много. Но хочется, чтобы их было больше. А для этого нужно цикл замкнуть от поля до реализации уже фермерской продукции. И я уверен, в рамках ёмкости рынка сегодня и края, и в рамках страны этой ёмкости хватит. Просто мы должны первые вот эту ёмкость заполнить фермерской продукцией. Сейчас в регионе 13 тысяч фермерских и около миллиона личных подсобных хозяйств. Губернатор уверен, фермеры – это серьёзная опора экономики края, в том числе и в вопросе обеспечения продовольственной безопасности страны. Их умение быстро перестроиться под интересы рынка и потребителей – одно из главных конкурентных преимуществ. Урожай фруктов и ягод в этом году в крае немалый. В сфере садоводства сейчас работают больше 400 предприятий. Производят они около 40% от общей продукции в стране. Семиренко – самое кубанское любимое яблоко. Самое любимое кубанское яблоко. Новогоднее, потому что до Нового года дорежит смело. На Новый год самое то. Если правильно хранить, будет как надо. Для того, чтобы поддержать тех, кто трудится в сельском хозяйстве, в крае сейчас делается многое. Фермеры могут получить гранты и субсидии на всех этапах развития. В этом году на различные меры их поддержки предусмотрено около 3 миллиардов рублей. А на весь агропромышленный комплекс в крае выделено больше 13 миллиардов рублей. Также для тех, кто решил открыть собственное дело, создана программа «Агростартап». Благодаря ей в крае появилось 73 новых хозяйства. При этом фермеры сталкиваются с рядом проблем. Введение пошлин, цены на топливо, земельный вопрос. Об этом они рассказывают главе региона. Губернатор уверен, объединившись, фермеры смогут нарастить прибыль и решить проблемы сообща. А главное – стать сильным конкурентом крупным агрохолдингам. В крае сделано немало, чтобы защитить каждый квадратный метр ценных земель. Не сдают позиции фермеры и в животноводстве. С начала года они произвели 285 тысяч тонн молока. Разговор продлился почти 4 часа. Приятным бонусом после продуктивного разговора стало награждение лучших сотрудников отрасли благодарностями от губернатора.